Наш фильм посвящен удивительному человеку Геннадию Маркеловичу Рогову. Он работал ректором Томского государственного архитектурно-строительного университета, президентом Томского совета ректоров, вице-президентом Союза ректоров России. Вначале, как и полагается, сухие факты биографии. Родился в 1930 году. Окончил Томский политехнический в 1953. В 1968 стал доктором геолого-минералогических наук, в 1969 профессором. Являлся заслуженным деятелем науки и техники РСФСР, почетным академиком Российской академии архитектуры и строительных наук, академиком высшей школы, почетным строителем России, действительным членом Академии инженерных и естественных наук, членом Международной ассоциации гидрологов. Получил высшее образование в Томском политехническом университете. Это прекрасный вуз. Там прошел я геологическую школу, сибирскую геологическую школу. Это заведующий кафедрой гидрогеологии, который... По стопам, Геннадий Маркелович. Он после меня стал заведующим, но я его учил. Он доктор наук, теперь директор института. Зададите ему вопрос. Все говорил Геннадий Маркелович, я хочу подтвердить. Это лучший представитель сибирской геологической школы, заложенной Обручевым, знаменитым Обручевым, Мусовым, Коровиным, Баженовым, Халфиным. Базовое образование накладывает дальше стиль мышления и действия. Он, конечно, гидрогеолог в первую очередь. То есть умение смотреть вглубь, причем дотошно, досконально, ставить цель ее достигать. Это, видимо, у него от геологии осталось. Умение видеть перспективу, умение предугадать какое-то очень важное направление. Это у него был дар, наверное, и от природы, и вот такой воспитанный. Я его, конечно, помню еще, когда он в политехническом был, такой небольшого роста, всегда активный, всегда такой, ну, достаточно спокойный. Его деловая и научная карьера, она довольно бурно развивалась. Эти люди в то время были на виду, ну и, конечно, мы на них смотрели снизу вверх. И, ну, хотелось повторить. В 37 лет я защитил докторскую диссертацию, стал доктором наук, Легачевым Юрий Кузьмичевым, назначен ректором. Для меня очень важно, что 37 лет ректором я был в Томске государственном институте. Понимаете, доходил до уровня каждого преподавателя, самого молодого. В 8.20 у меня идет лекция. Каждый раз в 8.20 открывает дверь, Геннадий Маркелович смотрит, ага, преподаватель на месте, закрывает дверь, кивнет головой, поздоровается и... Вот, то есть вот такие вот человеческие мотивы были в нем, присутствовали, конечно, всегда наряду со всем тем, что вот он был прекрасным ректором, вел наш университет, развивал. Очень добрый, он ко мне относился как к сыну, вот так вот всегда. И когда какие-то вопросы решались, что касалось работы ученого, всегда приглашал меня, советовались, план вместе составляли. Очень внимательный, никогда не грубил. 37 лет проработать должность ректора, создать из ничего практически из маленького филиала Томского политехнического института, но отделение. Вот, замечательный просто вот Томский архитектурно-строительный университет. Я много раз там бывал, и в общем-то мне нравится там бывать, потому что какая-то спокойная такая атмосфера, вот без всякой, так сказать, многословия, там люди делают свое дело, и вот просто Геннадий Маркелович и был именно таким человеком. Не было аспирантуры, и готовить кадры можно было только в центральных вузах. Поэтому с первого дня, понимая перспективу развития вуза, он, конечно, отправлял специалистов в Московский, в Санкт-Петербургский. Я лично в Московском строительном университете учился в аспирантуре, как раз попал в это время. Оттуда уже мы приехали, заразились научными исследованиями, и, понятно, всю жизнь работали, причем ежегодные ректораты, то есть тактически отслеживалось продвижение молодых ученых, мы отчитывались постоянно, делали нам некоторые льготы по нагрузке, но именно четко все ставилось вот именно в этом направлении. Поддерживал все научные направления, какие имели перспективу в нашем институте, а потом уже в академии и в университете. И мы попали под это положение. Надо сказать, что благодаря поддержке Геннадия Маркеловича, ну и министерства, нам удалось купить лучшие электронные микроскопы той эпохи. Много. У нас сейчас шесть действующих микроскопов. И развить хорошую науку. Когда я с ним познакомился, он уже имел большой громадный опыт ректорства. И тогда, в тот момент, у нас стал вопрос о председателе Совета ректоров в городе Томске. Был до этого Иван Петрович Чучалин, и всегда был ректор Томского политехнического университета, председателем Совета ректоров до этого. И мы собрались, и как раз было высказано такое предложение. Давайте мы будем с этого момента считать, что председателем Совета ректоров будет человек, имеющий больший опыт работы ректором, чем другие. Это очень правильно. Потому что человек, который сконцентрировал в себе этот опыт, эти знания, эту информацию, он, конечно, может самым эффективным образом управлять этим процессом. И вот особенно управление или взаимодействие университетов на государственном уровне ярко проявляется в его работе в Российском Союзе ректоров. В 1992 году, в ноябре, был первый съезд учредительный. Президентом избран академик Садовничий, ректором ГАУ. Геннадий Маркелович вице-президентом. И тогда вице-президента всего было два. И вот Геннадий Маркелович отвечал за координацию действий всех вузов Сибири. Это одна из немногих организаций, которые прислушиваются и министерству, члены Российской академии наук, ну и правительству, конечно. Это был человек масштаба страны. Я скажу, это не масштаба ректора, масштаба страны. Больше он был. И, конечно, ему, я считаю, надо было быть министром высшего образования у нас. Представитель министерства, министр всегда присутствовал на седаниях Союза ректоров. И, кстати, Геннадий Маркелович там довольно часто выступал. И вот то, о чем ректоры говорили, ректоры, профессионалы своего дела, потому что вот такие, как Рогов, которые по много лет отработали в своих вузах, у них было что сказать. И у них было мнение, которое было сформировано на основе реальных знаний, реального опыта работы в вузе. Он имел вхождение в высокие, так сказать, власти. Он все-таки вице-президент Российского Союза ректоров. Вот человек, который часто мы видели на съездах ректоров, на трибунах. И в то же время, ну, человек, которого любили. Вот все любили без исключения. Я помню, когда куда-нибудь приезжаешь, вообще он известный был, вот личность такая в России, всегда спрашивали, ну, как там Маркелович? Когда я впервые попал в Москву, и в это время там был, и вот он действительно, как руководитель, поводил меня по всем. Мне вот это удивило, что ректор меня поводил по всем кабинетам, представил всем, озадачил перед каждым. Мы шли по коридору, и каждый, у меня такое было ощущение, что каждый человек в министерстве его знал. Все выходили, говорят, Геннадий, здравствуйте, заходите чаю, попить кофе и так далее. Не могу не отметить его вклад в подготовку 40-летия университета. Я хочу сказать, что он готовился к этому с большим трепетом, чем многие готовятся к своему юбилею. С мая 1968 года по воле руководство Минвуза СССР и административных органов Томской области мне довелось возглавлять наш институт. И ныне, оглядываясь на пройденные эти 24 года, я с большой благодарностью отмечаю самотвержденный труд большинства членов коллектива. Преподавателей, сотрудников, студентов, их большой поддержки в осуществлении идеи становления нашего института. Хотя теперь в обществе отмечают, что в это время мы пережили и застойный период. Длительности коллектива ТИСИ не было застоя. Мы поработали неплохо, двигались очень динамично. Основным мерилом трудоустройства теперь будут только знания, умения, культура и профессионализм. Рынок оценит компетентность и способность каждого выпускника, а через него и престижность самого вуза. 15 февраля 1952 года. Первоначально он был организован как институт для строительства элеваторов. Однако уже спустя два года стало ясно, что необходимость в строительных специальностях этим не ограничивается. Так появился инженерно-строительный институт. Говоря объективно, потребность в таком учебном заведении возникла еще в начале века, когда в Сибирь пришла железная дорога. Только что была запущена эксплуатация в Транссибирской магистрали. Для обустройства городов, станций, строительства дорог и так далее требовались строительные кадры. И это было сделано в 1902 году. Было открыто строительное отделение. Позже стало ясно, что строительного отделения технологического института уже недостаточно. И тогда по решению Совета Министров практически на пустом месте был создан институт. Время становления вуза в начале 50-х было непростое. Первоначально студентам и преподавателям приходилось ютиться в двух корпусах. Тем не менее, уже спустя 14 лет в институте работало 43 кандидата наук. Сегодня их число достигло 300. Только студентов дневной формы обучения в ДГАСу насчитывается 6000 человек. Карьера многих выпускников вуза сложилась очень удачно. Каждый четвертый депутат, ну а в администрации почти все выпускники строительного университета. Кутаники и... За полвека своего существования вуз выпустил в свет 37 тысяч человек. Не менее третий из них связали свою жизнь с Томской области. Это настоящие мастера своего дела, сегодня их строительного дела. Символичным в этом смысле стал подарок, который получил сегодня университет. Одно на земле осталось место, это город Омск, где уникальная деревянная архитектура. И без вашей помощи мы ее не восстановим, не сохраним. Сегодня на 10 факультетах университета ведется подготовка по 21 специальности. Для желающих получить самую мирную профессию на земле предоставляется широкий спектр возможностей. А буквально несколько дней назад вуз по приказу Министерства образования был реорганизован университетский комплекс. Продолжение следует... Начинать с фундамента, завтра стены, послезавтра сложнейшие инженерные конструкции, типа там мост, башня. Вот. И он должен заниматься, ну, всем. Существует и существовало и будет всю жизнь существовать выражение «там, где проходит строитель, навсегда утверждается жизнь». Я очень рад, что университет сегодня, значит, аккредитован на международном уровне. И у нас есть специальности, где, так сказать, люди и выпускники получают международное образование. Я думаю, что это самое перспективное направление. Образование в России должно быть адаптировано на международном уровне. Поэтому выпускники сегодня гордятся тем, что когда-то мы закончили ТИСИ, сегодня этот ГАСУ. Мы желаем поддерживать высокую марку и нынешним выпускникам. Я думаю, что вот несмотря на те экономические реформы и вот перестройку, что мы вошли в рыночные условия, все же нам удалось сохранить высшую школу, качество подготовки специалистов. И все же, хотя мы сейчас на многоуровневую подготовку переходим по баллонскому процессу, но нам не стыдно, потому что наше российское высшее образование все же остается лучшим. И вот в связи с международной аккредитацией, все же, смотрите, те Америка, и Германия, и Англия берут наших по информационных технологиям специалистов, которые прекрасно там работают. Количество наших докторов наук за время его 38-летнего ректорства увеличилось. Значит, было два, когда он пришел, он и Леонид Евгеньевич Попов. А в 2005 году, я точно не знаю, где-то 140 или 160, то есть у нас в год защищали диссертации по 3-4 человека, докторские диссертации, кандидатские там было очень много. Но, конечно, потом, чуть позже подключился Леонид Семенович Лихович, проектор наш по науке, тоже он в этом направлении очень поддерживал и как бы стал главой науки в нашем университете. Вот он сумел создать команду. Причем эта команда была не только ректора, там, проектора. Это была очень большая команда. Он умел как-то вот ненавязчиво, без остроты, без какой-то борьбы между личностями, выдвигать людей, которые были лучшими вот в том секторе, в том блоке, в котором они выдвигались. В Томске только два вуза имеют международную аккредитацию. Томский политехнический, ну и вот наш университет, архитектурный строительный университет. Ну вот этот, тут можно показать, это сертификат, который подчеркивает, что британским институтом строительства мы международно аккредитованы по всем формам, так сказать, образования. Это бакалавр, специалист, магистр и так далее. То есть, я считаю, что университет на правильном пути, динамично развивается, и нет никакого сомнения, что мы свое ведущее положение будем сохранять и дальше. Геннадий Маркелович в том времени имел уже такой авторитет. Там. И был уже вице-президент Союза ректоров России, с ним считались все. А к тому времени уже университеты превратились, ну и университет политехнический и так далее. И для нашего маленького города было получить еще статус университета довольно сложно. Он вам рассказывал, как он работал кочегаром, когда была кочегарка в университете, и когда кочегары запили. Вот он топил котел, чтобы в университете не перемерзли трубы. Вот когда особенно была перестройка, ну сейчас все нормально, все спокойно, стипендия, все. Для него было первое, чтобы дети получили стипендию. Годы были непростые. 90-е университеты, Томские переживали, наверное, самый тяжелый этап своей истории. Потому что недофинансирование из федерального бюджета, постоянное напряжение, вызванное угрозами отключения света, тепла, воды, канализации. Доходило все до того, что, типа, отключают. Отключают от электроэнергии классический университет, наш университет. И вот тогда вот профессор Поколков, профессор Майер, Рогов не допустили полной разрушки. Не допустили. Я помню, там тогда говорили, вот надо реформировать российское образование, надо увеличить количество студентов на одного преподавателя, что это безобразие такое количество студентов, маленькое. И в то же время говорили, что российское образование лучшее в мире. И тогда вот мы с Геннадьем Маркеловичем эти вопросы обсуждали. И он выступал тогда на коллегии вместе с Садовничем. И говорили о том, что зачем лучшее в мире образование реформировать. Мало кто знает, Геннадий Маркелович, очень сложное время для российского высшего образования, был делегирован для выступления на совещании, которое проводил Борис Николаевич Ельцин по состоянию вузов. И Геннадий Маркелович на этом съезде говорил нелицеприятные вещи власти. И я думаю, что очень многие хотели бы сказать то, что сказал он тогда, но они просто в силу понятных, возможных последствий, они просто этого побоялись. Другие вузы поддались на соблазны и переделали ряд своих общежитий под гостиницы. Значит, освободились от детских садиков, освободились от пионерских лагерей, от профилакторий. Профилакторий у нас сохранился, детский садик сохранился, пионерский...